Моё время воцерковления совпало с таким вот каким-то переходом историческим. В 1992 году я учился в воскресной школе, и вот с этих лет началось моё воцерковление. Ну, что тогда понимал, что объясняли, как понимал, что видел. Потом ещё был небольшой перерыв у меня, потом уже через несколько лет стал панамаром, панамарём в одном из храмов. И стал уже ближе, чаще видеть священников. И когда посещал Казанский Знаменский собор, и была служба, сейчас уже знаю, что называется архиерейская, видел ладыку Виналия, понимал, что это кто-то старший. Кто-то старший, а кто, что, вот как, до конца, если честно, тогда не недопонимал. Через определенный период времени я поступил, когда в семинарию уже, так сказать, вот совсем близко познакомился и с ним, и с другими его приближёнными, ответственными, доверчивыми людьми. И понял, что это не просто старший над кем-то, старший над священниками и ответственный за всё в епархии. И тогда уже начали видеть, не просто понимать, а видеть, что это за ответственность, что это за труд, что это за обязанность такая, отвечать за всё. Такой был вид на труд, что вопросов было много, и задавали люди всевозможные, и нужно было обязательно отвечать. И он это делал, он это делал. Мы что-то спрашивали, видели, что спрашивали какие-то журналисты, разные другие политики, люди, и он нёс, видно, ответ, то есть ответственность за всё. Это было видно, это мы вот были так вот в этом истории с участниками. К тому же это был непростой период в жизни церкви, но за всю церковь я сейчас не скажу. Вот что видели мы своими глазами у нас в Курске, в частности, было восстановление храмов, восстановление семинария. Сначала было в одном месте семинария, потом в другом, потом ещё в третьем. И это как раз наш курс попал вот в этот период. Приходилось, так сказать, восстанавливать вот те здания, которые передавали семинария. Владыка их с удовольствием принимал. Приходилось их по силе возможности восстанавливать, строить, подделывать и так далее. И всегда рядом с нами, или мы рядом с Владыкой, всегда трудились, работали, набирались опыта. И от него молитвенного, и какой-то отцовской поддержки. Это всегда чувствовалось, это всегда чувствовалось. Помню, как мы поступали в духовную семинарию. Были вступительные экзамены в таком вактовом зале Казанского собора. Там вот помню такие моменты. Очень было волнительно. Были люди, незнакомые, студенты, абитуренты. А кто это, что и что будет дальше? Заходили вот туда вот в кабинет, комиссия, сидит Владыка Виналий, преректора. Смотрим. Было волнение, но было не страшно. Потому что понимали, что Владыка Виналий, когда на него смотрели, видели его улыбку, лицо. Когда даже строго, но не боялись. Потому что видно, что он человека больше притягивает, чем отпугивает. Вот, грубо говоря. Были шутки тогда. Выходили, когда ребята с ними пошутили. Кто-то где-то жил, созвучно, и он что-то отвечал на эти. Видно, и сразу волнение спадало, снимало. Что тогда я знал? Что тогда, чтобы было прям отвечать? Ну, что-то там несколько молитв знал, какие-то основные вещи, но не так. Что-то спросят, где-то помолчишь, а нет, добавят. Понимаешь, что и нормально, ничего. Помнится, что поступили и все. Было очень много людей. 38 только с нашего курса поступило, только с пасторского. Плюс еще другие. Но со временем учебы, не только каждый год, а вот какой-то период времени. Кто-то отсеивался, кто-то передумал, ходил, кто-то переходил в другой епархии и поступал вновь. Было ничего поинтересного, конечно. Потом первые экзамены пошли. Мы и не только, допустим, у ЛДК Винали был ректор семинария. Не только видели на экзаменах, естественно. Видели чаще. И в комнаты зайдет, и когда не ждешь, зайдет. Когда мы что-то там собираемся делать в разное. Зайти в любой момент. Зайти не только с проверкой, как бы вот так вот, с комиссией. А вот гости прийти, проведать, как вы, что вы тут спросите, поговорить. Скажем так вот по-своему. И он что-то придумает, сделает, ответит. И становится проще, легче понимаем, что он участвовал в жизни каждого человека, в жизни семинария. И чтобы ты вырос, ты был воспитан, ты был соответственно вот этому духу периоду времени. Ну да, у нас, кстати, было интересно такие вот, то давое послушание, что замечалось не во всех семинариях. Мы где-то пересекались на каких-то, может быть, формах съездах, с другими семинариями спрашивали, ну, между словами, что так было не везде. У нас было, скажем, интересней. Мы могли выезжать на клубнику, на картошку, на свеклу. Вот везде. То есть мы могли пойти разобрать какое-то здание, потом его перестроить, потом накрыть и так далее. То есть мы уже шутили, что могли получить не только там, так сказать, обучение священнику, но могли бы стать сварщиками, каменщиками, там, специалистами, там, в других сферах. Это тоже, это пригождается в жизни, это пригодилось в жизни. Это, то есть, бесспорно. Вспоминается, когда вместе, про все, всю семинарию, это было, думаю, больше 100 человек, человек 120 тогда училось, вызывают какую-то работу нужно было перенести, сделать. То есть много чего приходилось делать, и мы об этом не жалеем. И после службы всегда, хоть поздний вечер, Владыка Винали приезжает, становится рядом, берет лопату, приходит, если машина, нужно было грузить, помню, дрова на 50 лет октября, он залезает наверх на грузовую машину, ему подают доски, он складывает. Мог бы сказать, ты залезь, вот так сложи, как надо. Он сам залазит и складывает. То есть так делают, делали не все. И делают, до сих пор думается, не все. То есть это был такой пример, пример и в труде, в молитве, в поведении. Мы очень много, вот не навязчиво, но между этих слов, между вот этих дел, мы брали, думается, пример. Это многого стоит. Вот это было, конечно же, не единичные, случайные. Так было действительно постоянно. Вспоминается еще несколько таких вот случаев, когда не просто сами там работали, Владыка Винали, когда, помнится, подарили, кто-то подарил где-то 2000 роз, помню. И когда уже жили в Знаменской роще, к вечеру или уже поздним днем, привез этот рощер и сказал, что нужно сегодня их посадить. Это мы понимаем, что 2004-2010, это не 10, и нужно было, не нужно было. И собрались коллектив, ребята взяли, лопаточку он показал, где, и вот начали сажать. И уже потом вот этот день как бы даже не помнится, а на следующий день увидели, что все розы сидят, укрыты такими опилочками красиво, и такой запах стоит. И как бы мы увидим рядом просто вот это вот улыбающее лицо Владыки, что он вот рад каждому цветку. И мы понимаем, что мы тоже такие же цветки, и он рад и нам всем. Вот эти все вещи, маленькие зарисовки, они помнятся, они запоминаются. И с благодарностью Владыки Иоаннария, конечно же. Соминаются некоторые вещи, вот именно его жизненные как позиции. Когда в бытность учились в семинарии, много было таких вот ситуаций, когда приходилось ему, так сказать, выгонять, отчислять студентов. Очень много приходилось. Но в то же время были, наверное, больше таких случаев, когда проходило время, такой, может быть, испытательный срок, и он обратно их брал. То есть вот эта вот позиция, когда мы сейчас уже за кого-то отвечаем, мы где-то здесь ответственны, мы понимаем, что бывает человек привинился, но мы вспоминаем его позицию, что можно и нужно человека простить, давать ему еще и еще и еще шанс, падать и вставать, падать и вставать, не рубить на корню вот-вот какие-то его шалости. Вот это мне запомнилось, что человек может ошибаться, может падать, так сказать, решить что-то там, делать такое, но он почти всегда имел возможность покаяться и прийти обратно. Вот в лоно семинарии, в лоно церкви, в лоно стать сыном. Он мог, допустим, перед, ну, допустим, в посту или перед постом человека выгнать, а потом прощеное воскресенье наступает. И помнится много случаев, ситуаций, что вот приходит ладыка, это же прощенное воскресенье, то есть это и прощало все, и он, как любящий отец, опять носился без всякой памяти, что там раньше было. Вот это запомнилось очень, очень вот от тех времен. И так же думается правильно поступать так же. Если человек просит прощения, чтобы он не сделал подумать, взвесить и взять обратное, как-то передумать, пересмотреть, не отбрасывать его из своей жизни. Вот это запомнилось, конечно, в его поведении. Вот и взяли пример, думается, себе. Это вот важно. Знаете, я не был так близко, как, допустим, к дьяконе, к ладыке Ивеналию, но что мог заметить, это как бы так со стороны, с рассказов, что он строго относился к службе, строго относился ко всему, к пению, к одежде, к постановке, ко всему. То есть служба – это все, не только что ектение, то есть это все. И ко всему относился строго с почтением, потому что так положено. Когда посещал, допустим, приходы, дальние сельские тоже такие вот и разные рассказы интересные ходят. То есть как-то было всегда неожиданно, кстати, но почти всегда неожиданно, когда с одного прихода с дальним ехал, и вот по пути вот на другие заезжал. А это ж нежданно, негаданно. Ну, такая вот ревизия была. Интересные случаи, конечно, вместе с ним связаны. Ну, сейчас вот пересказывает мысль, что когда было прощание в Знаменском соборе, когда Владыка почил, умер, прикладывались, и вот такая вот, знаете, необычная вот такая вот теплая вот рука была у него. Когда-то читали в книжках, что вот когда там умирают, люди такие вот необычные. Знаете, на праведеннике, ну, необычные, чем-то вот не как все. То вот что-то у них такое вот есть необычное. Никакого-то ни запаха, ничего там другого. Вот здесь вот почему-то тогда мелькнула мысль, что вот необычный человек, вот почил, и мы вот этой эпохой мы вот здесь касаемся, мы вот прощаемся в этот период. И вот такая необычная, почувствовалась теплая рука. Думается, что эта рука тебя когда-то благословляла, вот тех, кто был рядом с тобой, благословляла. И вот сейчас ее нет, вот это вспоминается, и в молитвах вот там поминаются, что вот, и эта связь чувствуется духовная, что вот лады Кавиналий когда-то тебе что-то сказал, когда-то тебе что-то высказал, поругал, одобрил, похвалил. и вот эта вот связь, вот поколение, и ты сейчас уже за что-то ответственный, и думается, что так же нужно поступать, хвалить, ругать, и ругать, и прощать. Вот это запомнилось у него. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...